Коллеги, всем добрый день. Добрый день. Так, мы готовимся начинать, и хотелось бы понять, мы тут одни или все-таки к нам уже кто-то присоединился. Попрошу или поставить плюсик в чат, или поставить огонечки, чтобы мы поняли, что мы здесь не одни, что у нас не будет монолога, а мы будем рассказывать вам. Так, огонечки вижу. Не скупитесь. Можно нажимать несколько раз, нам будет приятнее. Предлагаю, пока все присоединяются, а мы видим уже, что нас слышат многие, предлагаю потихонечку начинать, потому что мы все пунктуальны и следим за временем. На самом деле хочется сказать огромное спасибо за такую, скажем так, преданность к нам и нашим программным продуктам, потому что мы видим интерес, мы видим то, сколько человек зарегистрировано сегодня на наш вебинар. Хочется отметить, что сейчас такой период, жаркий период отпусков. Нам очень приятно, что вы за нами следите, подключайтесь. Огромное спасибо отдельно тем, кто сейчас в отпуске, и тем не менее все равно следит за нами. Ну что ж, мы, я думаю, мы уже готовы начинать наш сегодняшний вебинар. Ведущими сегодняшнего вебинара будем мы, я, Юлия Карпова, директор по продажам, и Александр Шаихметов, это консультант отдела транспортной логистики. Сегодня мы с вами поговорим про балансировку инвестиций в автоматизацию, про IT-зататы. В начале, скажем так, пару слов про наш тайминг. Да, наш сегодняшний вебинар рассчитан на 45 минут. Вначале поговорим мы с вами про конструктор оценки затрат на IT. Далее, так скажем, более обширно обсудим, какие будущие потребности, как базовые возможности ТМС могут быть. Далее обсудим про методику оптимизации затрат, ну и в конце ответим на все ваши вопросы. Кстати, ваши вопросы можете писать, нажав на значок вопросительного знака сверху наверху, сверху в правой части экрана, и на ваши вопросы все мы ответим уже в конце вебинара. Ну что ж, коллеги, мы готовы, тогда приступаем к самой сути. Хочется отметить, что наш вебинар сегодняшний, это второй вебинар. В рамках первого вебинара мы посвятили, скажем так, внимание и провели обзор инструментов для оптимизации расходов на перевозку и транспортную логистику. На сегодняшнем вебинаре мы поговорим о затратах с точки зрения IT. И о том, как Аксилот ТМС в совокупности с экспертизой наших специалистов дают возможность минимизировать как первоначальные инвестиции, так и затраты на дальнейшее владение системой. Предлагаю все затраты, скажем так, по внедрению системы разделить на две составляющие. Это капитальные затраты и операционные затраты. К капитальным затратам у нас относятся стоимость прикладного решения, стоимость услуг на внедрение, стоимость инфраструктуры и стоимость программного обеспечения для операционной системы ИСУБД. К операционным затратам можно отнести сервисную поддержку и постпроектное сопровождение. То есть это те платежи, которые у нас возникнут после реализации проекта и будут затрачены на владение системой. Ну что ж, сейчас, наверное, давайте обсудим каждый вид затрат более детально. Начнем с прикладного решения. Тут можно сказать, на самом деле, наверное, все просто, да, с точки зрения программного обеспечения его необходимо приобрести. Кто за нами следит, уже может понять, да, что написано на этом слайде, что же это за значки. На самом деле это, скажем так, мы здесь вывели основные компоненты решения, которые необходимы для внедрения системы TMS. Axelot TMS – это основная конфигурация, собственно говоря, которая… без которой невозможно внедрить эту систему. Axelot SCAP – это отдельный модуль для решения сложных математических задач. В проектах TMS мы его используем для маршрутизатора. Axelot RTVP – это модуль для спутникового мониторинга, отслеживания, да, машин в режиме реального времени. Axelot Maps – это картографический сервис. И Datorion Platform – это интеграционное решение, которое мы используем практически в каждом нашем проекте для реализации обмена между различными системами. Так вот, Axelot TMS и Datorion Platform приобретаются по формату on-premise, то есть срок действия бессрочный, вы их приобретаете и пользуетесь ими сколько потребуется. А вот решение Axelot SCAP, RTVP и Axelot Maps – это решение по формату клауд, то есть по ежегодной подписке. Ну, на самом деле, с точки зрения затрат на программное обеспечение, тут хочется отметить, да, что это затраты в любом случае, затраты на интегратора, то есть свои, скажем так, внутренние затраты к ним отнести невозможно, потому что в любом случае лицензии приобрести нужно. Следующая статья затрат – это затраты на внедрение, да. Эти затраты можно разделить на затраты как на затраты интегратора, так и на затраты внутренние. Если говорить про внутренние затраты, то хочется отметить, что это, конечно же, затраты на проектную команду, которая со стороны заказчика на каждый проект выделяется, а также затраты на, например, реализацию обмена со стороны КИС или со стороны ТМС, которыми себя может взять компания и реализовать своими силами. Или же провести обучение ключевых сотрудников силами специалистов интегратора, а уже остальных специалистов обучить своими силами, то есть некие затраты взять на себя. Также стоит отметить про распределение затрат на реализацию проекта. Некоторые компании хотят сразу заложить бюджет на весь проект, да, то есть оценить сразу весь необходимый функционал и внедрение всего необходимого функционала. При этом, скажем так, на операционные затраты оставят только лишь администрирование системы. В этом случае мы применяем проектную технологию внедрения, ну, зачастую, да, ее называют как каскадная. Некоторые же компании готовы внедрять систему в следующем формате, то есть внедрить сначала весь необходимый, скажем так, такой минимальный функционал, который требуется для запуска системы, ну, а дальше уже мелкими шажками идти и развивать программное решение. Развивать его можно как своими силами, да, так и с привлечением интегратора. Для такого подхода мы используем технологию стандартного внедрения, ТСВ. Ну, или есть компании, которые четко понимают, какой функционал и в какой последовательности им необходим, они готовы идти мелкими шажками, мелкими спринтами. В этом случае мы используем технологию Scrum, которая в последнее время, скажем так, приобретает все больше и больше популярности, при этом при таком подходе затраты на проект, они ложатся такими мелкими, мелкими равными долями, скажем так. И еще один вариант внедрения – это внедрение по модели клауд, можно сказать, внедрение системы и владение системой по подписке, да, то есть это ежегодные платежи, которые будут как раз таки затратами на IT-проект. В любом случае, перед тем, как определить, какая технология подходит для нашего заказчика, для нашего потенциального заказчика, мы обсуждаем все варианты, в том числе и подход заказчика к распределению затрат внутри компании. Следующая статья капитальных затрат – это затраты на инфраструктуру и затраты на программное обеспечение для операционных систем и СУБД. С точки зрения инфраструктуры нужно отметить текущую картину по серверам, мобильным устройствам и оборудование рабочих мест, которые есть у заказчика в наличии, и здесь или докупить, обновить текущую инфраструктуру под требования, или использовать текущие, скажем так, возможности инфраструктуры, которые есть. С точки зрения СУБД есть различные варианты использования лицензий, то есть здесь вы видите на экране, что с точки зрения как и СУБД операционной системы мы используем самые популярные, скажем так, решения, которые в том числе можно использовать и, скажем так, в условно-бесплатных версиях. Это были затраты у нас капитальные, сейчас затраты, скажем так, операционные. Это те затраты, которые будут после реализации проекта, да, они возникнут, ну и они в любом случае будут для администрирования и поддержки самой системы. Тут хочется отметить, скажем так, их разделить на две составляющие. Это затраты на сервисную поддержку, это затраты на поддержку, скажем так, программного обеспечения, это получение доступов к новым релизам, скажем так, получение доступов к нашему порталу, где исправляются типовые ошибки функциональности системы. И, скажем так, вторая часть, это уже постпроектное сопровождение, в рамках которого систему можно развивать, администрировать, да, адаптировать под текущие бизнес-процессы. С точки зрения, скажем так, операционных затрат, здесь их можно также разнести как на затраты, которые могут быть как на стороне, вернее, на стороне самого заказчика, да, то есть заказчик может самостоятельно систему развивать и администрировать, так и передать эти затраты, скажем так, на интегратора и получать услугу силами интегратора. Так вот, коллеги, мы с вами поговорили про, скажем так, конструктор затрат на IT-проект, а сейчас хочется сделать акцент на выбор самого решения, потому что важно выбрать именно тот программный продукт, который будет в дальнейшем внедряться и удовлетворять всех, все ваши потребности. На самом деле хочется еще отметить, что при выборе программного обеспечения нужно понимать, какие бизнес-процессы необходимо автоматизировать, а следовательно, какой функционал должен быть в системе, но при этом не забывать, что бизнес меняется, меняются текущие реалии, и поэтому нужно смотреть на программное решение с точки зрения, скажем так, на вырост, чтобы система могла адаптироваться под изменения бизнес-процессов. Александр, давай мы с тобой поразмышляем, по каким причинам может потребоваться автоматизация? Да, Юлия, я бы выделил три причины. Первая – это хаотичный процесс, который сложно формализовать, невозможно собрать по нему данные и свести результаты деятельности для последующего анализа. Вторая причина – рост компании, при котором количество выполняемых задач увеличивается, а внутренние ресурсы компании при этом остаются такими же. И последнее – появление новых процессов, которые требуют расширения и появления нового функционала системы, с которым будут взаимодействовать пользователи. То есть это такая некая вариативность функционала, доступного самому пользователю. Часто на начальных этапах автоматизация предпочтения отдается более дешевым программным обеспечениям, имеющим меньше срок обкатки функционала. Они, как правило, закрывают потребность в основных бизнес-процессах компании или сферы деятельности, являются негромоздкими, интуитивно понятными, выглядят легкими во внедрение, и поэтому появляется ощущение, что небольшие кусочки функционала, которые отсутствуют в IT-продукте, они будут легко закрываться старыми способами в ручном режиме, например, в блокнотах или в Excel. Да и в целом как-то от пользователей ключевых отсутствует обратная связь по бизнес-процессам, необходимых к автоматизации. Непонятно, как правильнее и удобнее для них реализовать ту часть функционала, которая нужна уже сейчас или понадобится в ближайшее время. Однако в таком случае сразу после внедрения или в ближайшее время сотрудники начинают жаловаться на неудобство использования, отсутствие, как оказалось, критически важных функций. Если же принимается решение о адаптации системы, реализации недостающего функционала, то начинается длительный процесс доработок, чтобы появился новый функционал, а это несет за собой целый ряд рисков. Придется вшивать механизмы прямо в рабочие базы данных, что не позволит в полной мере их обкатать. Более того, даже продуманный до мелочей функционал может не взлететь, не только в связи с бизнес-процессом, но и из-за неудачного архитектурного решения. Поэтому при выборе системы важно не только закладывать тот функционал, который потенциально может использоваться, исходя из сферы деятельности компании, но и обращать внимание на более точные и проверенные временем решения. Это даст возможность бизнесу развиваться, быть свободным в принятии решений о корректировках и оптимизациях бизнес-процессов. В данном вебинаре хотелось бы затронуть IT-продукт, который как раз позволяет получить максимальный доступный функционал, касающийся управления цепями поставок, в частности, транспортной логистикой. Речь пойдет о системе Axelot TMS 5-го поколения, TMS X5, и о ее наиболее интересных преимуществах. Помимо базовых возможностей TMS по учету потребностей в виде заявок на перевозку, формированию маршрутов и учету собственного парка, решение Axelot покрывает широкий функционал, позволяющий максимально упростить работу пользователя и наладить процесс не только транспортного подразделения, но и остальных бухгалтерий, финансового, кадрового учета, службы безопасности и так далее. Начнем с разговора про интерфейс, которым будут пользоваться сотрудники. Ни для кого не секрет, что в решениях на платформе 1S при работе с основными объектами системы, такими как справочники, документы, отображение и расплажение всех элементов легко настраивается для каждого пользователя, но при массовой обработке объектов, представленных в виде таблиц и рабочих мест, не все так легко адаптируется и часто подлежит доработкам. В системе TMS X5 Axelot пересмотрел подход, что позволило самостоятельно настраивать каждый список и каждое рабочее место, выводя в них только ту информацию и функции, которые будут необходимы пользователю при работе с программой. Помимо этого, чтобы пользователь не бродил по системе в поисках необходимых ему объектов, не копался в разделах, есть возможность настроить меню быстрого доступа, в котором в удобной иерархии будут расположены только самые нужные объекты и рабочие места, которые используются в системе. Рассмотрим эти интерфейсные решения на примере конкретной бизнес-задачи. Например, планирование рейсов. При планировании логисту важнее всего видеть два окна информации. Сейчас я для этого продемонстрирую экран системы. Логисту важно видеть потребность, то есть заявки и грузы, которые необходимо спланировать маршруты, и сами спланированные маршруты, которые могут быть скорректированы или даже отменены на этапе планирования. Помимо этого, пользователю было бы удобно видеть эту информацию также на электронной географической карте. В TMS X5 такое рабочее место будет наставиться через профили центра операции, которые вот сейчас открыты у нас на экране. По сути, профиль центра операции является макетом интерфейса, в котором работают пользователи. В нем мы видим, что конфигурация рабочего места состоит из двух областей. Это иерархический список объектов, отображаемых на экране. И ниже сам макет области, собранной из выбранных объектов. Подобное решение позволяет настроить любое рабочее место под нужду пользователя из объектов, которые уже присутствуют в системе. Вот само рабочее место планирования рейсов будет в соответствии с этим макетом выглядеть примерно подобным образом. Для более быстрого поиска всех нужных объектов и рабочих мест в TMS X5 наставится меню быстрого доступа, которое будет открываться при запуске системы. И пользователь сразу в нем быстро сможет найти любой необходимый объект, справочник, список документов, который будет использоваться в его работе. Говоря про отображение пользователя всех необходимых функций, стоит подчеркнуть ролевые модели, которые реализованы в системе. В работе логистов часто возникают нестандартные ситуации, по которым необходимо подтверждение действий или решение от ведущих сотрудников. Например, принятие решения о запуске рейса с низкой утилизацией транспорта или при высоких расходах выполнение перевозок. Интерфейс и отображаемый функционал при этом будут различаться для пользователей с разным уровнем доступа, так как TMS позволяет задавать ограничения на просмотр и редактирование данных, а также изменение статусов по важным для бизнес-процесса документам. Сейчас я обратно переключусь. Так как мы уже начали разбирать процесс планирования рейсов, то стоит упомянуть и возможность автоматического планирования. В TMS X5 реализована интеграция с компонентой Axi-Woods Cup, про которую упоминала Юлия. Компоненты рассчитывают оптимальные маршруты и формируют рейсы на стране TMS. Благодаря этому пользователю не требуется вручную собирать заказы по автомобилям, считать их вместимость, а также время, затраченный маршрут. Достаточно внести настройки в систему, указав основные правила планирования, информацию по общим стоимостным показателям перевозок в разрезе транспортного средства, например, стоимость за километр или час работы транспорта, и определив ограничения по расстоянию между адресами отправления и прибытия. Все остальные исходные данные, которые используются при планировании, хранятся в прочих справочниках системы. К ним относятся временные окна клиентов, уникальные правила доставки грузов в разрезе клиентов, время работ в точках и правила совместимости, охватывающие большую часть справочников. При планировании весь этот массив данных отправляется в компоненту SCAP, где информация обрабатывается, строятся оптимальные маршруты с учетом ограничений, и в ответ в ТМС формируются рейсы. Если немного углубиться в способ планирования грузовых мест на маршруты, то стоит подчеркнуть возможность формирования упаковок номенклатуры, из которых как раз и формируются грузовые места. В системе, если для номенклатуры используются упаковки, появляется возможность указать несколько уровней вложности, например, это штука, упаковка для потребителей, короб, палета. Для каждого из уровней задается максимальное количество номенклатуры в ней, а также весогабаритные характеристики. И это позволяет не только учитывать количество единиц номенклатуры, входящих в грузовое место, но и наоборот рассчитывать количество упаковок и грузовых мест, исходя из количества отгружаемой номенклатуры. Понадобится эта информация как раз во время планирования, что даст возможность не ждать информации от склада по количеству палет и заранее определить количество транспортных средств и, соответственно, их маршруты. Для компаний, которые владеют собственным автопарком, актуальным функционалом является автоматическая таксировка путевых листов. В системе путевой лист формируется на основании рейсов и фактически данные по нему могут быть заполнены вручную, что обычно и происходит через бухгалтерию. Но поскольку система Аксио-ТМС многокомпонентна, при наличии телеметрии на транспортных средствах данные могут быть получены с датчиков. Это позволяет автоматически заполнять и информацию по пробегу, и по уровню топлива, в том числе по сливам и заправкам. При этом, если ряд контрольных показателей равен плановым или остается в пределах допустимых отклонений, таксировка путевых листов может выполняться без контроля со стороны пользователя, что существенно снизит нагрузку с диспетчеров, механиков и бухгалтерии, не требует дополнительных трудовых ресурсов при увеличении объема автопарка. Также хотелось бы рассказать про возможности исполнения рейса. В системе заложены несколько вариантов выполнения маршрутов и работ по ним. Помимо ручного варианта, начиная с четвертого поколения системы Аксио-ТМС, присутствует возможность контролировать выполнение рейсов через систему спутникового мониторинга либо с помощью использования мобильного клиента для водителей. Спутниковый мониторинг позволяет собирать информацию с телеметрии транспортного средства и отслеживать маршрут по электронной биографической карте, фиксируя всевозможные события, зависящие от возможностей самих периферийных устройств. Мобильный клиент в свою очередь устанавливается на смартфон или планшет водителя на платформе Android. В приложении водитель отмечает выполнение рейсов работ по ним, фиксируя время прохождения точек, начало и окончание выполнения погруза разгрузочных работ. И при этом по факту отметок в мобильном клиенте в систему поступают и обрабатываются данные по исполнению, фиксируются отклонения. Из приложения водитель может проложить маршрут в электронных географических картах, которые ему удобны, будь это Google или Яндекс, связаться с грузополучателем и диспетчером, чтобы решить какую-либо непредвиденную ситуацию. И вот в этом заключается основное преимущество мобильного клиента, что помимо контроля рейса со стороны логиста у водителя есть свой интерфейс со всей необходимой информацией и возможность связи со всеми сторонами процесса. В системах пятого поколения, про которую мы сегодня досветили большую часть вебинара, Vaxilod MSX5, вдобавок к описанному климетрическому функционалу появилась дополнительная компонента Axilod RTVP, позволяющая осуществлять не только сбор, но и анализ всех данных. Поскольку Axilod RTVP это тоже отдельная от TMS система, для их взаимодействия реализуется интеграция по следующему принципу. TMS сообщает RTVP необходимую информацию о транспортных ресурсах и рейсах, показатели которых требуется отслеживать в режиме реального времени, а RTVP в свою очередь выступает в роли агрегирующей системы, собирающей данные о движении транспорта, прочие показатели из периференных устройств, собирает RTVP это напрямую, либо от множества телематических сервисов и логистических операторов. И после обработки массива этих разнородных данных с построением прогнозов на лету, в TMS передаются отслеженные спрогнозированные события для оперативного принятия решения. Если же спрогнозированные события отображают риски несоблюдения сроков доставки, то по таким рейсам необходимо построить альтернативный маршрут, в чем поможет ранее описанная компонент Axelot Scab. Она перепланирует новый маршрут, использует в качестве исходных данных целевые сроки доставки и прочие ограничения, а также текущее местоположение автомобиля. Все это позволит не только максимально учесть возможные риски отклонения в ходе выполнения перевозки, но и сразу запустить поиск решения, что существенно снизит нагрузку с транспортного подразделения. Помимо этого RTVP также дает преимущество в планировании рекламного обслуживания, ремонт транспортных активов, решение которых принимается исходя из тех же данных о техническом износе, который поступает с датчиков. Таким образом решение Axelot подходит к задаче управления транспортом через многокомпонентную архитектуру, реализуя по сути экосистему, сочетающую в себе одновременно и учетную систему, и систему планирования исполнения рейсов, а также прогнозирование рисков и поиска альтернативных вариантов решения задач. На этом по моей части все. Предлагаю обсудить методики оптимизации затрат. Да, на самом деле тут немножко хотела подытожить и сказать, что действительно программный продукт Axelot TMS это решение, которое точно подойдет на вырос. С точки зрения функционала есть функционал весь необходимый для автоматизации транспортной логистики, причем неважно используете вы транспортные средства свои или наемные, это унимодальные или мультимодальные перевозки. То есть функционал есть, но при этом нужно понимать, что функционал настолько обширен, что его можно скажем так внедрить в минимальном необходимом функционале на текущем этапе, а потом просто систему донастраивать, при этом используя уже типовые механизмы, которые есть в системе. Поэтому немаловажно при выборе системы смотреть на нее на несколько шагов вперед. Так вот, давайте представим, что систему мы выбрали, систему выбрали прекрасную, систему мы внедрили, и сейчас у нас остаются, скажем так, затраты на владение и на администрирование этой системы. На самом деле хочется отметить, что у каждого заказчика свои внутренние требования к владению системой. То есть некоторые заказчики говорят, что мы все владение системой, администрирование, развитие берем на себя, это наши внутренние затраты, и мы так работаем со всеми. Некоторые же говорят наоборот, что нам необходимо получать от интегратора сервис, который будет и систему администрировать, и развивать, и, собственно говоря, при необходимости еще и дорабатывать. Но хочется отметить, скажем так, и по большей части проговорить о том, что может заказчик при выборе нашей системы делать самостоятельно, да, там, после реализации проекта. Но, конечно же, это взять полностью администрирование на себя, да, так как система разработана на платформе 1С, имеет полностью открытый код, то администрировать систему можно в том числе и своими силами. При этом мы можем предложить, и мы, в принципе, предлагаем провести обучение администраторов ТМС, да, там, со стороны заказчика, чтобы на стороне заказчика был компетентный человек, ну и, в принципе, скажем так, круг компетенций на стороне заказчика был и самостоятельно заказчик смог администрировать и развивать свою систему. Также мы предлагаем взять в аренду серверные мощности, то есть, к примеру, если у заказчика нет необходимых серверных мощностей, сейчас мы понимаем, что там, с точки зрения покупки, доставки серверов, это процесс очень длительный и, скажем так, очень, очень недешевый, назовем его так, поэтому мы можем предложить вариант использования серверных мощностей в аренду. Ну и, конечно же, в том числе готовы предложить с нашей стороны услугу как администратор ТМС, это говорит о том, что в штат вам, как заказчику, можно брать, можно не брать такого человека, этот человек будет предоставлен с нашей стороны как услуга, а вы будете использовать уже готовое решение и получать компетентные, компетентные услуги со стороны интегратора. Надеюсь, наш сегодняшний вебинар был полезен вам, я вижу, уже есть вопросы, к которым мы готовы приступить, но хочется наверное все-таки подытожить немножко все вышесказанное, на самом деле при выборе подхода в части внедрения системы и при выборе того функционала, который требуется заказчику на этапе внедрения, мы, конечно же, проводим встречи с заказчиком, обследование бизнес, бизнес-процессов и уже по итогу проведенных совместных встреч мы вырабатываем решение, которое подходит конкретно под задачи каждого заказчика и решает конкретно задачи того или иного бизнеса, поэтому преследуем индивидуальный подход каждому нашему клиенту. Так что ж, готовы приступить к ответам на вопросы. Продолжение следует...